Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, как вы знаете, наша Церковь празднует память благоверного князя Александра Невского в связи с перенесением его мощей из города Владимира в новую столицу России, Санкт-Петербург. Это было начало XVIII века, 1724 год. И вот император Пётр, хотя много заявствовал Запада, там порядки, внешние одежды, управление, Пятое-десятое, но одновременно он был в связи с человеком верующим, богобоязненным, и для укрепления своего, так сказать, правления принял такое решение просить перенести мощи благоверного князя Александра в Петербург. Они так в Александре Невской лавре в Петербурге почивают. Так что, вот эта память о князе Блаеверном, который показал образец служения и служил именно, вот, несмотря на трудности, и, собственно говоря, он оказался между, так сказать, двух враждебных сил, с Запада, с которыми справиться мог, и с Востока, с которыми справиться не мог, и приходилось подчиняться. Но, тем не менее, он именно, можно сказать, один из основателей, вот, нашего российского государства. И я, во-первых, хотел вам прочесть тропарь, который поется сегодня благоверного князя, потому что, когда поется, не все понятно. Вот, когда люди, да, иду, скажем, в оперу, если они знают ли бретто, то даже, хотя там поется все на чистом русском языке, но вполне непонятно, что вы переспели. А тропарь очень интересный. Начинается словами. «Познай свою братью, российский Иосифе, не в Египте, но на небесе царствующий». Почему вспоминается Иосиф? Библейский персонаж, внук Авраама, даже правнук. Вспоминается потому, что его остальные 11 братьев завидовали его дарам, так что отец и мать его любили и, в общем-то, хотели убить, но все-таки опомнились, но продали в Египет. В Египте он тоже попал в тюрьму, тоже был гоним. И, тем не менее, сложилось так, что благодаря его дарованиям фарон поставил, не можно сказать, своим совместителям. И благодаря этому он смог пригласить все свои семейства во время жестокой зацухи и, тем самым, спасти свой народ и дать продолжение роду Авраама. И поэтому он называется российский Иосифе, князь Александр. Почему? Потому что, когда он поставили править в Новгороде, новгородцы, они люди были своенравные, не царствовали свои вещи, все прочее, прогнали его. А потом, когда настала опасность, уже тогда возвратили. Так что вот он, так сказать, напоминает этого библейского пророка. «Не в Египте, но на небесах царствующей, будучи вознесен благоверный княжий Александрий. И прими моление их, то есть российских людей, умная жито людям, плодоносим земли твоей я. Жито, то есть урожай злаков, пшеницы, ржи. Грады владычества этого ограждая молением». Ну, это понятно. «И православным христианам на сопротивное споборство». Ну, так мы понимаем, что молитва Александру Невскому, конечно, есть молитва о защите Отечества, продолжение нашей истории. Но это во-первых. А во-вторых, я хотел прочесть проповедь отца Александра Миля, который тоже был именинник в этот день. И вот так сложилось, что день его ангела следовал за днём его похорон. В день усекновения головы Иоанна Притечи вчера, а вот сегодня день его ангела. Так все вот сконцентрировалось. И интересно ещё то, что убили его 9 сентября, похороны в день обрития головы Иоанна Притечи, а полгода 9 марта, ровно через полгода после его убийства. «Обрития головы Иоанна Притечи». Ну, вот слово, которое Тец Александр произносил в этот день, 12 сентября. Среди церкви, среди отшельников, святителей и мучеников, есть такой особый чин – благоверные князья, которые, выполняя свой гражданский долг, свое гражданское служение, явили образ христианской жизни. Я думаю, что этот подвиг был одним из самых трудных. Наверное, легче было исполнить заповеди Христовы в других служениях, нежели в княжеском, когда человек должен был повелевать, воевать, наказывать. Тем не менее, множество князей оказались среди христианских святых. И, конечно, сегодня мы прославляем Александра Невского не за его победу на Чудском озере, ибо за его победу над шведами, и не за его победу над шведами. Это есть гражданское прославление человека. А мы прославляем его за победу над собой, над гордостью князя, гордостью воина. Многим из вас, известно, наверное, смотрели фильм Александра Невского. Он начинается с того, как этот князь в простой рубахе вместе со своими дружинниками ловит рыбу, бросив город, который от него отрекся, который не захотел, чтобы он там правил. Он ушел и жил спокойно, почти частной жизнью. Но когда подступили враги, когда загорелись города, когда нужна была воинская власть и воинская сила, люди побежали к нему. И другой бы на его месте сказал, «Вы меня изгнали? Теперь пожинайте горькие плоды». Наверное, многие из нас поступили бы именно так, сказав в душе свои или в слух, «Так вам и надо». «Вы от меня отказались? Теперь пожалеете об этом». Но он поступил иначе. Он простил их, конечно, не без внутренней борьбы. Он вернулся в Новгород и Псков, возглавил войско, и, как мы знаем, выиграл знаменитое ледовое побоище на Чудском озере. Так вот, эта черта князя Александра и сделала его в глазах народа праведником. Он умел прощать, умел себя обуздывать, и к хану татарскому ездил, тоже ломая, преодолевая себя, потому что нелегко ему было победителю шведов и немцев становиться на колени перед татарским ханом. Но он становился ради народа, ради того, чтобы земля не была разгромлена и разграблена, потому что, понимал, оружием он татар одолеть не сможет. И так он простил. Мы часто говорим о прощении, и сюда на Испове приходим просить у Госпо прощения. И в последнее воскресенье перед Великим постом, в прощенное воскресенье, устами иногда и сердцем, просим друг у друга прощения. Но давайте на минутку вдумаемся, что это такое. Человеку всегда хочется воздать злом за зло, отомстить. Это нам свойственно, это для нас естественно. Но Господь говорит иное. Умей прощать. Если вы подумаете о своей семейной, домашней жизни, о своих сослуживцах, с которыми вы работаете, вообще о жизни, можно человеку жить, не прощая тех, кто как-то его обидел или ущемил. Если будет так, то зло окончательно воцарится в наших сердцах, в наших семьях и домах, в нашей жизни. Потому что все мы несовершенные, все мы можем причинять друг другу боль, обиду, огорчение, словом, поступком. Словом или поступком. Единственный способ подняться, освободиться от бремени обид, от этих шрамов, которые на сердце, это умеют простить, перечеркнуть, забыть. Но как это сделать? И Господь нам дает прямой ответ. Молитесь за обидевших вас. Кто причинил вас зло, пусть будет первым, среди имен, на которых вы возносите молитву. И вы почувствуете, что ваше сердце начинает приближаться к Богу. И вы становитесь выше этого зла. Святая Церковь говорит, ненавидь грех, «Ну, люби грешников». И сегодня мы просим у благоверных князя Александра Невского, чтобы он дал нам по его молитвам мужество побеждать себя, побеждать в себе злобу, обиду, ропот, недовольство, чтобы душа наша была свободна от этого, чтобы она примирялась с жизнью и в то же время приобретала любовь к Богу, который есть начало и конец нашей жизни. Аминь. Спасибо.